Всем здравствуйте! Добро пожаловать на наш канал Medical English. И сегодня тема нашего видео – прием пациента в отделение. Patient Admission. Мы начнем с прослушивания аудиофрагмента. А теперь разберем перевод. Good morning, Mrs. Chet. My name's Shana. Доброе утро, Mrs. Chet. Меня зовут Шона. I'll be admitting you to the word today. Admit – это глагол принимать, word – это отделение. Поэтому перевод будет такой. Would you like to come into the patient admission office? Хотели бы вы, would you like to come into – зайти внутрь, и офис или кабинет называется Patient Admission Office. Офис или кабинет приема пациента. So, чтобы get something done – иметь что-то сделанное. И paperwork – это дословно бумажная работа. Теперь мы переведем с русского на английский, чтобы закрепить услышанное. Постарайтесь вспомнить. Доброе утро. Меня зовут Шона. Good morning, Mrs. Chet. My name's Shana. Я буду принимать вас в отделение сегодня. I'll be admitting you to the word today. Проходите, пожалуйста, в кабинет приема пациента. Would you like to come into the patient admission office? Чтобы я сделала кое-какую бумажную работу. So, I can get some paperwork done. Would you like to come into the patient admission office? So, I can get some paperwork done. И у нас есть синонимы, которые мы можем использовать, предлагая зайти в кабинет. Step into my office. Step – это шагните дословно. Сделайте шаг. Или come into my office. И вторую часть мы можем тоже заменить. И вместо сочетания get some paperwork done использовать fill out the paperwork. Fill out – это заполнить какие-то бумаги. Или просто сказать step inside. Проходите внутрь. Step inside. Или come with me. Идемте со мной. Come with me. Good morning, Mrs. Chet. My name is Shona. I'll be admitting you to the ward today. Would you like to come into the patient admission office so I can get some paperwork done? Отлично. Слушаем второй фрагмент. Here you are. You take this chair here. You can put your stick on the edge of the chair if you like. Oh, thank you, dear. А теперь прослушаем еще раз. С опорой на текст после того, как переведем. Итак, here you are. Дословно это здесь вы есть. Или в правильном переводе это вот вы и на месте. Вот вы и прибыли. You take this chair here. Дословно вы берете этот стул здесь. Или мы имеем в виду садитесь на этот стул. You take this chair here. You can put your stick on the edge of the chair. Глагол put – это вставить или положить. You can put your stick. Stick – это палка. И мы видим, что у нас тут пациентка с палочкой. On the edge. Edge – это край. Край – это край стула. If you like – вежливая форма. Если хотите. И пациентка нам отвечает. О, спасибо, дорогая. Теперь переведем эти же предложения с русского на английский, чтобы закрепить материал. Вот вы и на месте. Как мы говорили. Here you are. Here you are. Садитесь на этот стул. You take this chair here. You take this chair here. Вы можете поставить свою палку. Вспоминаем глагол put. Палка – это у нас stick. И говорим. You can put your stick on the edge of the chair. If you like – если вы хотите. И вежливая благодарность в ответ. Oh, thank you, dear. Окей. И у нас есть синонимы. Мы можем пригласить присесть, говоря have a seat. Или take a seat – присаживайте. И поставить палку, например, мы можем сказать просто сюда. Over here. Или right here. Прослушаем этот фрагмент еще раз. Here you are. You take this chair here. I'm going to turn. You can put your stick on the edge of the chair, if you like. Oh, thank you, dear. И теперь следующий фрагмент. Вспоминаем некоторые слова и синонимы к ним. Мы сказали, что палка – это a stick. Синоним слова палка – это a cane. Еще у пациентов могут быть такие ходунки. А теперь прослушаем следующий отрывок. How are you today? Not too bad, thank you. I haven't been waiting for too long at all. Ah, that's good. Now, I'm going to be taking down some details before you're admitted to the cardiac unit today. Сейчас будет понятнее, потому что мы посмотрим на текст и разберем перевод. Итак, how are you today? How are you today? Как вы сегодня поживаете? Not too bad. Не так уж плохо. Thank you. I haven't been waiting for too long at all. Wait – глагол ждать. И здесь у нас время длинное. Мы говорим «я дословно не ждала долго». А по-русски мы скажем «я ждала совсем недолго». That's good. Это хорошо. Now, I'm going to be taking down some details before you are admitted to the cardiac unit today. I'm going to – это собираться что-то сделать. Take down – это записывать или спрашивать, уточнять. Details – это данные или детали или подробности. You are admitted – прежде чем вы будете приняты. Глагол admit – принимать, а to be admitted – это быть принятым. И кардиологическое отделение – cardiac unit. Теперь переведем эти же фразы с русского на английский. Как мы спрашивали, как вы поживаете. How are you today? Неплохо. Спасибо. Not too bad. Thank you. Not too bad. Thank you. И длинный глагол «я не ждала долго». I haven't been waiting for too long at all. At all – это усилительное такое, такое сочетание совсем недолго. I haven't been waiting for too long at all. Хорошо. All right. Fine. Now, сейчас я собираюсь уточнить. I'm going to take down some detail before you are admitted to the cardiac unit today. Ещё раз быть, принимать кого-то – это to admit, а быть принимаемым, быть принятым – это you are admitted. You are admitted to the cardiac unit today. И у нас есть синонимы к слову take down, к фразовому глаголу. Мы можем сказать write down, записать. Или просто write, или take. И если это на компьютере, например, то может фраза звучать I'm going to enter your detail into the computer. Enter – это вводить данные в компьютер. I'm going to enter your detail into the computer. Прослушаем. How are you today? Not too bad, thank you. I haven't been waiting for too long at all. Ah, that's good. Now, I'm going to be taking down some details before you are admitted to the cardiac unit today. Okay. И следующий фрагмент. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you. Yes, of course, that's fine. All right. Well, now, let me just get the admission form. Итак, опять мы смотрим на текст и разбираем перевод. I'd like to ask you a few questions. Я бы хотела задать вам несколько вопросов. If it's all right with you. Если вы не возражаете. Или дословно, если это есть хорошо с вами. If it's all right with you. Yes, of course, это да, конечно. That's fine. Хорошо. That's fine. All right. Well, now, well, now, это такие заполнители у нас. Ну, а теперь let me, позвольте мне, just get the admission form. Get – это взять, достать, может быть, принести. И admission form – это форма приема пациента. Окей. И переводим с русского на английский. Вспоминаем фразы, которые мы слышали. Я бы хотела I'd like to ask you a few questions if it's all right with you. Да, конечно. Yes, of course. Yes, of course. That's fine. Прекрасно. All right. I'd like to ask you a few questions if it's all right with you. Yes, of course. That's fine. All right. Well, now, let me just get the admission form. Окей. Мы закончили с вами разбирать первую часть. Очень много полезных фраз для приема пациента. И продолжение будет в следующем видео. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт «Медицинский английский» и вступайте в группу ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!